Очередная сессия Брестского городского совета депутатов 29-го созыва насыщена решениями и обсуждениями. Наказов избирателей народным представителям Бреста поступило много – 95 по 25 избирательным округам. Сегодня у нас проходит третья сессия Брестского городского совета депутатов. Это очередная сессия, к которой мы готовились заблоковременно. Сегодня 9 вопросов выносятся на сессию. Основные вопросы – это вопросы, связанные с принятием решения по избирателям наказов. Когда была предвыборная кампания, депутаты поступали определенные просьбы от жителей города Бреста. На сегодняшний момент эти все вопросы саккумулированы. И принимается одно решение, скажем так, как план действий на несколько лет вперед. Потому что решить в один год все наказы избирателей невозможно. Поэтому они будут идти по 2029 год. Обратно же будет очень много вопросов связано с благоустройством. Соответственно, при формировании плана благоустройства на очередной год будет присмотреться соответствующее финансирование. Эти работы будут вестись. Также один из основных вопросов – это вопрос, связанный с планом работы совета депутатов на текущий год. Это те вопросы, которые будут рассматриваться в третьем квартале, в четвертом квартале. Вопросы, которые будут рассматриваться на заседании президиума и на заседании постоянной комиссии, созданной при Брестском городском сайте депутатов. В рамках предвыборной кампании депутатам поступило множество вопросов в сфере благоустройства. К примеру, от жителей по улице Смирнова. Сейчас там уже ведутся работы, проводится асфальтирование, укладывается тротуар. Также немало обращений поступило из микрорайона Речица. Вопросы касались обустройства стадионов, учреждений образования, реконструкции пищеблоков и организации питания. По многим пунктам работа уже начата. В сфере жилищно-коммунального хозяйства поступило 69. Это наказы в области озеленения, благоустройства территории, ямочного и сплошного ремонта проезжей части, оборудование пешеходных дорожек, установка осветительных приборов, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, создание и ремонт детских площадок и так далее. Четыре вопроса относятся к системе образования, касающихся ремонта спортивных залов, стадиона, помещений для организации питания. Восемь наказов по системе транспорта и коммуникации, в частности увеличение количества единиц общественного транспорта на конкретных маршрутах, а также организации и регулирования дорожного движения. Три наказа в рамках создания и укрепления площадок для занятия спортом. Это то, что относится к спортивному направлению. У каждого депутата какие-то есть мелкие вопросы, которые требуют большого финансирования, они будут уже решаться в текущем году. Вот даже мне, как кандидату, поступали вопросы, связанные, допустим, что происходили капитальный ремонт домов на Востоке. И, соответственно, хотелось бы, чтобы еще было сочинено благоустройство территории. Также депутаты обсудили возможность финансовой помощи домам семейного типа с целью закупки необходимых медикаментов для проживающих там детей с особенностями развития. Напомним, что все поступившие наказы должны быть исполнены до окончания срока работы городского совета депутатов 29-го созыва, то есть в течение ближайших четырех лет. Василий Новуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.